Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим 5 ошибок, которые препятствуют прокачке вашего пресса. Это видео, конечно же, для тех людей, у которых процент жира в организме где-то 5-10%, то есть от 5 до 10. Если у вас больше 10%, то ваш пресс прячется под огромным слоем жира, и его просто не видно. Поэтому самое важное для тех, у кого пресса не видно, просто сидите на диете, кушайте меньше, кушайте больше белковой пищи, нежели углеводной, не употребляйте жиры, больше делайте кардио, больше занимайтесь по 2,5-3 часа в день, и тогда у вас уйдет жир, и тогда появятся кубики пресса. Но это видео для тех, у кого мало жира, и у кого пресс накачан не очень хорошо, не очень рельефный, не очень глубокий и так далее. Сегодня я вам покажу ошибки, которые препятствуют вам накачать красивый пропорциональный пресс. Поехали! Первая ошибка очень часто происходит именно в скручиваниях. Люди скручивают не прессом, а они пытаются скручивать шеей и немножко плечами. Это, конечно, вам абсолютно не поможет накачать пресс, потому что он здесь вообще не задействуется. Максимум, что вы накачаете, это глазные яблоки, которые у вас будут напрягаться из-за того, что вы поднимаете шею. Правильное выполнение упражнения здесь заключается в том, чтобы не до конца опускаться на пол, когда вы ложитесь вниз, и в верхней фазе, когда вы поднимаетесь, не до конца подниматься, то есть не на 90 градусов, потому что нагрузка будет уходить с вашего пресса. Вы должны подниматься на весу, то есть вы должны быть на весу, чтобы пресс постоянно был в напряжении. И когда вы опускаетесь вниз, вы не должны падать на пол, потому что ваше тело тоже должно задерживаться на весу, чтобы пресс постоянно был в напряжении. И работайте именно, сгибайте ваш корт, то есть работаете прессом, а не шею сгибаете, либо плечи, либо что-то еще. Вторая очень серьезная ошибка – это в подъемах таза, когда вы лежите и поднимаете ноги. В чем же здесь заключается ошибка? Ошибка заключается в том, что люди пытаются просто кататься по своему горбу. То есть они поднимают ноги не прессом, а они пытаются просто поднять за счет того, что они округляют спину и просто катаются по своей спине. И еще есть вторая разновидность – они просто кладут руки на пол и помогают руками как бы поднимать свое тело. Этого категорически делать не нужно. Это упражнение нужно выполнять четко мышцами пресса, не нужно отрывать очень сильно свой таз от асфальта, либо от земли, либо от пола, смотря где вы делаете. То есть вы поднимаете немного свой таз и своим прессом, не нужно кататься по вашему горбу. Поднимаете аккуратненько своим прессом, возвращаете обратно. Поднимаете, возвращаете, тем самым концентрируетесь именно на мышцах пресса. Третья очень серьезная ошибка заключается в дыхании. Многие люди не знают, как дышать, а дышать нужно так. Когда вы делаете усилие, вы делаете выдох. Когда вы идете назад в скручиваниях, вы делаете вдох. Но даже если люди это знают, есть много умных людей, которые уже в фитнесе не первый год, не первый месяц, они это знают. В чем проблема их заключается? Проблема их заключается в том, что когда они делают скручивания, то они на выдохе пытаются выпучить свой живот. А надо наоборот делать. Когда вы делаете выдох, то есть при усилии делаете выдох, и наоборот скручиваете туда, внутрь его вдавливаете свой живот. Выдыхаете, а живот впихиваете наоборот вовнутрь, в себя. А люди наоборот делают. Они просто выдыхают и также выпучивают свой живот, и получается с шаром вот так живот. Это, естественно, неправильно. Это неправильная техника выполнения упражнения. И четвертая ошибка людей состоит в том, что они думают, что пресс нужно качать один-два раза в неделю. Это не так. Пресс это очень выносливая мышца, в принципе, как и икры, потому что пресс задействуется практически везде, в любых упражнениях. Она очень привыкшая к нагрузкам, поэтому нужно пресс качать 5-6-7 раз в неделю. Можете 7 раз в неделю бомбить каждый день. Регулярность это залог успеха и красоты вашего пресса. И пятая ошибка людей состоит в том, что они обычно задрачивают одно и то же упражнение каждый день. Например, скручивание. Но они забывают, ошибка состоит в том, что они забывают, что пресс состоит не только из прямой мышцы живота. Состоит еще из косых мышц, из поперечных мышц. И на все эти мышцы нужно делать упражнения. Если их не делать, то пресс будет не очень красиво и выглядеть будет не особо красиво и будет медленнее развиваться. Поэтому делаем упражнения на все мышцы. И на косые, и на поперечные. И также делаем на прямую мышцы. Не забываем делать все в комплексе. И тогда вы увидите результат очень скоро. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся в скором времени в следующем выпуске. Пока!